Пункт пропуска Акт-Элег на границе Кыргызстана с Казахстаном. Длинная очередь фур. Некоторые стоят сутками. По словам водителей, очередь из-за того, что казахстанская сторона требует электронную пломбу для провоза грузов. Как объяснить это? Просто трудно же. Тоже водители, тоже люди, тоже хотят домой идти отдохнуть. А просто здесь просто так стоит, для чего, зачем стоит, просто понятия не имеем. Говорят, чтобы электронных пломб нет, из-за этого не пускают. Разворачивают машины обратно в Кыргызию. А где эти электронные пломбы добрать? Не знаю, ничего не говорят. Сейчас по новому законодательству транзитный груз проходит по GPS электронная пломба до другой стороны границы. В пограничной службе Кыргызстана заявили, что причина скопления очередей на границе – проверки на казахстанской стороне. По линии погранслужб обеих республик никаких ограничений по пересечению границы нет. Проверки идут по требованию Госкомитета по доходам Казахстана, но не в пограничной зоне, а дальше. Пограничники Казахстана так и говорят, что мы пропускаем оперативно, но после нас фуры проверяют сотрудники комитета. Вот поэтому и возникают заторы. Сейчас на уровне правительств двух стран тоже проводятся переговоры по этому поводу. Представители Комитета государственных доходов говорят, что изменения ввели в тестовом режиме в октябре 2019 года. Электронная пломба, установка которой занимает 10 минут, позволяет отслеживать перемещение груза через спутник. Это направлено на борьбу с контрабандой, заявляют чиновники. Олардың күжаттарында Казахстан аумаға арқылы Ресей мемлекетне өтеуміздеп күжат көрсеткен, бірақ таварды Казахстан аумаға саткан. Бұлардың жалпы көлемі 5 миллиардқа жуық сауда айналыма, 600 миллион тенгік жуық сауқ түліні көрегетін. Осың жолың кейсің мақсатында бізде осы пломбы әліп жеверватыр. Осенью 2017 года тогдашний премьер-министр Казахстана Бакаджан Сагентаев обвинил таможню Кыргызстана в пропуске контрабандного груза. Тогда на границе скопились многокилометровые очереди. Это произошло после выпадов президента Кыргызстана Алмазбека Тамбаева против руководства Казахстана. Бишкек сравнил ситуацию с экономической блокадой.